всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей последнее время девочки частенько спрашивают под видео где я показывала мою самую дорогую орхидею дорогую орхидею не по деньгам а сердцу с которой когда-то давным-давно все началось до этой орхидеи 13 лет и не так давно я заметила что у нее началась проблема шеи в этом видео я вам покажу сейчас вот эту красавицу и тех красоток которые у нас с вами наращивали корешочки в губке безнадежной орхидейки буквально с одним листочком малюсеньким но вы все увидите чуть позже видео будет не длинным но интересным я думаю для многих вот эта красоточка это белая орхидейка повторяюсь еще раз потому что под тем видео я ссылочку оставлю в правом верхнем углу на это видео вы сможете посмотреть что мы с ней делали как мы ее сажали в эту посадку посадка у нее вот такая вот так у нас чувствует себя замечательно корешочки ну какие-то вот видите усохли но это и должно было быть потому что эта орхидейка очень взрослая и омолаживала я ее за 13 лет два раза думаю вам видно там вот это все красное это все ее шейка и мы ее с вами замазывали максима чтобы все это остановить по поводу многие мне пишут люб какая каким лучше максимом обрабатывать просто максимом или максимом дачником девчат ребят именно у меня я не заметила разницы не в простом максиме не в максиме дачники многие пишут что после максима дачника погибают корни там высыхает шея у меня ничего такого нет обрабатываю максимом всегда не разведенным какой попадается максим просто или максим дачник разница совершенно нет но вы сами видите да что корешочки не испортились они наоборот стали такие более зеленоватые вот эти корни в самом низу это воздушные корни которые мы погрузили в эту емкость и у нее была проблемка с шеей у нее была синяя окантовка которая обозначает что у растений не все в порядке повторюсь еще раз что орхидея белая и синяя окантовки у нее быть на шее не должно синяя окантовка может у орхидей которая разноцветная другим цветом но не белая у белой орхидей кишек и должна быть зеленоватая салатовая то есть на вид здорово и конечно блики вот эти будут без вспышки вы вообще ничего не увидите ну смотрите растение чувствует себя замечательно все остановилось все прекрасно листья солить какие глянцевые в хорошем тур горе после того момента вы сможете посмотреть когда выходило это видео и поймете что прошло наверное недели две так как мы пытались с вами вернуть к жизни не дать помереть вот этой красавицы прошло недельки 2 все остановилось слава богу и думаю что все будет с ней хорошо тур гора на не потеряла приняла вот эту посадку без субстрата она хорошо у нее там лежит мох который был у нее в горшочке он сейчас сухой потому что воды здесь ни грамма нету и после того как я ее сюда поместила я ее замачивала прям до самой шеи один раз полностью и оставляла у нее чуть-чуть на донышке водички все больше никакого полива у нее не было то есть вот практически две недели она стоит без воды и тем самым мы и остановили всю вот эту вот бяку которая была у нее на шее давайте попробую выключил вспышку но навряд ли будет что-то видно без вспышки все там сухо у нее все хорошо и посмотрите что происходит у нас вот так замечательно подросла ее деточка у нее появился цветонос я рассказывала в том видео очень толстый и она его остановила в росте в один прекрасный момент и потом пошла детка на конце цветоноса и вот такая уже большая деточка у нас с вами здесь сидит вот такая вот красотулька когда мы с вами пытались ее сюда посадить в эту посадку у нее был один такой не очень большой листик у этой детки ну а теперь уже два листика и думаю что скоро у нее появится корешочки мы будем их приучать к самостоятельной жизни но об этом чуть позже самое главное моя красотка моя любимица а вот она действительно самая любимая моя орхидея дорогая в моему сердцу которая самых первых дней выдержала все мои нашествия скажем так да ну по-другому сказать нельзя когда она появилась я ничего про них не знала потом она пережила два омоложения первое омоложение прошло успешно второе вот как-то не очень и она два года восстанавливалась после второго омоложения за два года она ни разу не зацвела у нее очень крупные цветы больше 13 сантиметров но надеюсь что сейчас мы вырастим детку вот эту красавицу привыкнем жить без субстрата и все таки она выпустит мне новый цветонос и меня еще порадует ну а теперь давайте посмотрим на малышек которые наращивали корешочки пытались выжить в губке эти видео тоже можно найти на моем канале я постараюсь опять же вам вставить ссылочку на плейлист что связано с орхидей коми в губке в правом верхнем углу ну и первая у нас с вами красотка как нам здесь сделать чтобы вам было лучше видно сейчас я вам покажу ее конструкцию кто не знает вот такая внизу губка кстати в этой же губке она когда-то пыталась выжить эта орхидейка которая была снята сейчас тут ровно поставлю это мы так пьем здесь тоже орхидейка без субстрата стоит и прекрасно живет и вот эта красавица помните эту красотульку которая была маленькая маленькая без единого корешочка снято с мамкиного цветоноса мамка к сожалению погибла так и не получилось мамку спасти ну так бывает не вытянула она у нее было много деток 2 по моему и вот это три даже у нее было детки и вот это единственная была такая побольше всех и корешков у нее не было совершенно мы наращивали сначала пытались выжить в губке вот в этой которая теперь внизу лежит а теперь я ее пересадила в мох пересадка в этот мог у нее тоже ой на канале тоже есть неправильно сказала простить посмотрите какой у нас вырос листочек в центре молоденький красивый и мог вот такой вот влажный она стоит без теплички внизу у нее вот здесь по краям вот это место видите вот это место у нее вот так вот дырочка вырезана по периметру с обоих сторон с обеих сторон в общем ковырять не буду смотреть что там с корешками сейчас но скоро мы с вами увидим я думаю эти корешочки у стеночек горшочка и как же я ее поливаю вот так в эту во второй стаканчик наливаю водичку и губка видите мокрая и губка постепенно передает всю влагу наверх мху и вот так моя красавица пьет вот так вот такие у нас шикарные результаты после губки то есть место ой как вам сказать там реанимировать орхидейки наращивать корни в губке можно но осторожно как я это делала я вам все показывала поэтому можете посмотреть вот такая вот красота у нас получилось но все пускай растет а мы с вами посмотрим не менее интересную сейчас малышку действительно малышку про которую все писали да навряд ли она выживет помните вот эту конструкцию вот эту посадку в этот стеклянный высокий стакан в мох тоже не так давно была эта посадка давайте же заглянем туда вовнутрь да у нее сверху вот здесь тоже где-то сейчас вот они вот они видите дырочки с обеих сторон и то есть орхидейка дышит но она сидит в тепличке стоит на окне без без досветки но в тепличке вот она наша красотулечка вот этот самый большой лист когда мы ее после губки сюда сажали губки она пыталась выжить у нас тоже месяца два так же как и предыдущая орхидейка долго да но эффект был замечательный и сейчас я вам покажу смотрите мы ее сюда с вами сажали вот с этим большим листом и вон с тем листиком который зеленый в самом низу а вот этого листочка сверху он только-только там где-то показывался и вот мы уже вот такие большие посмотрите какие у нас там зеленые корешочки внутри их видно потому что орхидейка здесь просто как бы стоит на мхе мог влажный чуть-чуть подливаю сюда водички буквально один раз подливала кстати с того момента как мы ее сюда с вами посадили после губки и так как она стоит в тепличке очень долго мог просыхает и он не плеснивает потому что у верхнего верхней части этой теплички есть дырочки и она все проветривается вот такая вот маленькая красоту личка хотите вам открою секрет что же это за красотулька которая не смогла восстановиться это орхидейка ко мне пришла в размере 25 она была большая и в итоге вот что с ней произошло мы погибали 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 а это и рэн допкин да уж очень мне хочется ее восстановить очень мне хочется эту орхидейку потому что она очень красивая и все вы знаете рэн допкин вообще очень тяжело растет но вот из такой крошечки из одного листочка вообще очень сложно вырастить красотку кстати вот так же из одного листочка когда-то я вырастила свою белину тоже все говорили нет невозможно из одного листочка вырастить орхидеи возможно девчат все возможно если у этого листочка есть чуть-чуть продолжение шеи то все возможно вот такая красотулька к сожалению по-другому вам показать ее не могу потому что она вот так вот наклоненная но чуть-чуть она подрастет и мы ее с вами отсюда осторожно будем пересаживать вот этот лист большой был вообще без тургора ну а сейчас он в хорошем тургоре прям он такой жесткий жесткий вот такие вот у нас тут чудеса и изменения дай бог чтобы эти малышки выжили вот именно эти две малышки мне очень хочется чтобы они выросли большими показали мне свое красивое цветение потому что лучше релянки или стюартянка она девчат уже не помню предыдущие очень красивые цветы очень ароматные ну и рэндопкин не менее красивая и надеюсь что с ней будет все хорошо мы и сюда с вами сажали у нее корешочки тоже были закуплены и такие как воздушные потому что в губке где она сидела совершенно не было губка была сухая вся влага была внизу то есть ее корешочки в итоге закуплюлись им не хватало влаги ну и вот так вот постепенно они научились пить во мхе и уже смотрите какие зелененькие и думаю что они там уже в росте но мы с вами ковырять ее не будем все мои хорошие всем спасибо за просмотр подписывайтесь на оба мои канала ссылка есть на второй мой канал под каждым моим видео называется моя жизнь и подписывайтесь конечно же на этот канал если вам что-то понравилось ставьте лайки дизлайки за все вам отдельное спасибо всем пока пока